здравствуйте еще раз второй блок у нас в гостях михаил дерьшев журналист здравствуйте здравствуйте уважаемые интернет-телезрители ну да да еще говорили давайте начнем с самого важного наверно с того что было сказано вступительном слове два года кризис вот я путина я знал то что приду на посмотреть и я смотрел первые полтора часа и последнего полчаса когда вот многие люди я в том числе когда собирается слушать путина все думали что вот сейчас он выйдет и скажет что-то такое вот решительное необыкновенное как ельцин в канун нового 2000 года не да ну может не устал может он отправляю медведевым фотографирует будет ездить там набиуллина красивая женщина но мы нашли за ну конечно же большого людей думают что он скажет то что они бы сказали на его месте но это конечно не так и вот эти два года что он сказал крест ну вот это было одно из самых главных одной одной самых открытий и из уст путина потому что если даже путин говорит что у нас два года будет кризиса то я думаю это смело можно умножать на 2 а в 2 и может быть даже в три раза то есть двумя годами на мой взгляд здесь дело не обойдется если даже сам путин который воплощение стабильности уверенности твердого взгляда и говорит что два года нам будет ребят плохо хреново а потом вот может быть лучше будет нет я вот не верю конечно так может быть наоборот президента у него все куча советников помощником может быть у него куча советников помощников один из них глазик что стоит такими советниками как бы и никаких никого гость депы на одну когда который говорит а давайте мы приравняем долго в рублю и будет все хорошо объявит завтра с ломаре путь и доллар равен равен одному рублю и опять же он когда говорит о двух годах плохой жизни а он на чем вот он же на чем он собирается в дальнейшем вылезти вперед вот на чем экономика в дальнейшем поднимется ну внимательно слушал да вот он же не говорит о том что мы что-то там сделаем что-то изменим внутри себя он произнес несколько раз слово диверсификация я очень рад что не забыл его за 6 лет потому что в 2008 году когда был кризис и он и медведев они это слово просто и стрепали диверсификации нужно и вот прошло шесть лет тогда был мировой финансовый кризис потом перес в экономический они все трепались том что она не нужна сырьевая экономика медведев программные статьи писал россия вперед проходит 6 лет путь опять говорит нам диверсификация вот это сложно сделать будет но мы попробуем постараемся но при этом он говорит что он говорит мировая экономика вот она через два года пойдет вверх какая-то мировая экономика а мы там вот сзади и там вот и глава этим вагончиком грузовым к ней прицепимся и тоже с ней пойдем вверх он сказал что мы адаптируемся в любом случае рынка да 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 он сказал жизнь заставит нас да вот этим самым напоминает у меня такая параллель такая вот ассоциация смотрели фильм на все парк южского периода этом чокнутый профессор ну ничего профессорно сделал динозавров а потом их как бы загубить а они были все гермафродиты динозавры чтобы они не плодились и не разбежались по всей земле а потом выяснилось что эти черту гермафродиты они как бы раз там перестроились там это в лягушки с от которых брали днк до сюда лягушка она может быть по мальчикам то девочкам профессор сказал жизнь она пробьет себе дорогу вот путин напоминает то чувака который вот говорит о том что вот жизнь нас заставит вот вот мы платят те пойдут и мы как-то изменимся переменимся трансформируемся и вместе с ним слышать о том что он уповает опять же на нас на западный безусловно на западный мир уповает что западный мир будет развиваться и россию с собой так тоже зацепит и вот им будет нужна нефть и не поднимется а внутренних ресурсов он не видит или он уже столько об этом болтал что у веры этому нет никакой путин прекрасно понимал что основной будет разговор про экономику про рубль и трижды подряд пошутил что можно заканчивать он ответил на вопрос можно заканчивать пресс-конференцию и тут неожиданно у нас появляется журналист из украины который рассказывает за два вопроса первый про надежду савченко и про как он сказал карательной операции россии в украине путин повторяет в общем все то же самое что он говорит уже примерно полгода тем не менее как вы считаете вот госпожа савченко насколько это заложник потому как разговор-то идет о том что это заложник украинские в россии насколько она заложник и что и путину с ней что что он с ней будет сделать это был журналист агентства униан это очень очень удивительно что надо попал на этом мы его туда пропустили вот и для того чтобы прожить ким подкрутим разнообразно смотрите у нас даже с украины пришли люди не задают такие каждые вопросы нужно написано было укроп даже на этом он дал два вопроса да действительно он задал первую про карательную операцию и задал про что путин как как главнокомандующий как президент думает что он скажет семьям тех людей военнослужащих россии которые там погибли что он думает сколько когда они выведут этих офицеров россии когда вы выйдут солдат когда они берут технику сколько техник был поставлен и второй вопрос у него был действительно про савченко и про режиссера сенцова по-моему вот фамилия сенцов кажется крымский какой-то режиссер который тоже сидит там где-то в тюрьме и путин на три четверти ответил на первый вопрос и на пол и половину второй то есть он сказал о том что вообще какое-то выдал что такое поэтическое беспомощно поэтическое все люди кто туда поехал они по зову сердца не наемники да те же спрашивали там расскажет что к главнокомандующий скажешь людям которые погибли рядовые кадровые офицеры солдаты и военнослужащие они каких-то добровольцев мифических никто не задает вопрос там пришел границу сегодня там ответствующих никакой нет наверное он не ответил на этот вопрос ну поводу техники не ответил на этот вопрос ну даже если не поехали по зову сердца там да можем себе предположить там пошли в отпуск как это говорили по первому каналу регулярно ну а он шел как-то в отпуск там полетел на самолете на танки на чем как на как камаз угнал там я не знаю не ответил на этот вопрос про надежду савченко опять же про сенцо он тоже ничего не ответил ничего не сказал про этого режиссера, которого держат, я не знаю, где его сейчас держат, информация у меня какая-то старейшая, может, месяц назад, и держат за какое-то там, по-моему, высказывание, или за какой-то там... — Какой-то митинг был. — Да, какой-то митинг, да, он там выступал, что-то, да, он против там входа в Крым, в состав федерации, да, игнорировал. Про Савченко, я по-моему, сказал, она причастна виновным, была наводчицей, ну, я так думаю, конечно же, она заложница. Опять же, он упустил тот момент, каким образом Савченко оказалась в российской тюрьме, каким образом ее выкрали, похитили, ее передали, там был запрос какой-то на экстрадицию, или, может, ее украинцы взяли как военную преступницу, а потом по экстрадиции по тайным каналам передали в Россию. Нет. Нет ответа на этот вопрос. Ответил он совершенно стандартно, что наш суд рассмотрит и решит, если она к чему не причастна, там погибли журналисты, она наводила на них пушки, значит, это будем решать, она принесет наказание. Если нет, мы ее отпустим. Ну, а что им еще сказать? Ну, и будет она, мне кажется, достаточно длительное время сидеть в тюрьме, пока ее на кого-то не обменяют. Практика только такая. Никакого суда, конечно же, там справедливо, там всего прочего не будет. Только обмен. Возможно, будет есть такая же фигура, соизмеримая Савченко, которая находится в украинских военных. Не знаю, не знаю кто. Не знаю. Может, какой-нибудь бездверной его там нет. Не знаю. Первый канал повторил слова Ткачева, губернатора Краснодарского края, о том, что санкции и экономическая ситуация, это нам расплата за Крым. Путин, во-первых, отказался, сказал, что нет ничего подобного. Во-вторых, перешел на свою любимую тему сегодня США. США у него сегодня красной ничью проходило. И заявил, что США оттяпали у Мексики Техас, а после этого они нам что-то там говорят. Насколько я помню, это 17-й или 18-й век. Это 19-й век. Это вот очень давно. 19-й век, 40-е годы. Да, вот Ткачев написал в Твиттере, а Путин Твиттер не читает. Ткачев был какой-то, не знаю, катарсис был какой-то. Люди, пока сплотимся вокруг президента, разделим с ним ответственность. Это вот Крым, и все, давайте сплотимся и разделим. Да я не против. Давай сплотимся и разделим. Я вот хочу разделить с Путина какие-то, может, там 30 дворцов его, которые построены. Почему не разделять ответственность за Крым, а вот дворцы не разделить мне с ним. Я дворцы бы разделил. Вот, по поводу Америки, это, конечно же, вот Владимир Владимирович, какой-то, блин, сектант, что ли, какой-то. Вот он мне, когда он начинает говорить о событиях на Украине, он, вот, ощущение, что мир ушел вперед, а он там где-то остался. Это по поводу Америки, Европы, Украины. Вот, что в послании 4 декабря, что сегодня. Он вдруг опять начинает ворошить какой-то, помните там, вот, это же состоялся государственный переворот. Какой, да уже все изменилось. Уже там выборы прошли. Одни, другие. Там, Порошенко признависи, в Канаде выступил, в Австралии. Он уже Раду выбрали, но у них не националисты туда не прошли. А он все там, помните, вот, 21 февраля, да, вот он говорит, какие-то там дипломаты они, а они вот совершили такое. А Америку, помните, сектант, такой амиш какой-то, я не знаю, там, Америка в 19 век, там, блин, до общества эволюционировал с тех пор. Я еще думал, когда он начнет говорить, вот, после Мексики, до индейцев, вот он когда докопается, когда вот, когда он скажет, то были, жили, были индейцы, на территории северного, индейское государство у них там было, индейский парламент, жили, любили друг друга. Балет был свой, там, это, не знаю, хоккейная команда индейская. Пришли американцы, индейцев, еще они нам будут еще такое-то представлять. Это типичный путинский прием, такой советский прием. Он даже назывался, даже был термин в советские времена, как нащетизм он назывался. То есть, это фраза, слово построено из как насчет того, что у вас негров линчуют. Только Путин пошел еще дальше. То есть, в Советском Союзе говорили о расизме 20-го века, а он видит, что до мексиканцев, до 19-го века, следующий будет его вброс, это вот про индейцев. Демагог. Продолжим про Украину, теперь в Новороссию перенесемся. Очень сложные, конечно, вопросы, что же такое Новороссия, кто там с кем воюет. Я так понял, может быть, что-то президент имел другое в виду, но ополченцы посылают продукты военнослужащим украинской армии, которые обороняются в аэропорту. Да, я слышал такое. От него, да, я слышал. Я тоже не понял, он там еще сказал о том, что вот там подразделение ополченцев, вы видите, они их в баню сводили, у них ротация происходит, защитник аэропорта, а они в баню сходили. Про продукты я не понял. Про то, что там некие вожди ополчения, это показывали у нас и по нашим каналам, там, жмет руку украинскому военному с позывным купол, причем потом, в дальнейшем, украинцы сначала сказали, что нет такого человека, в смысле, есть некий купол, но это не тот, да, выяснилось, что это другой какой человек. И я когда смотрел это, да, действительно, вот есть этот человек там по имени, по кличке Моторола, который жмет руку украинскому офицеру, и при этом рядом крутится ОБСЕ машина. И я подумал, возможно, вот этот Моторола, означенный своими там коллегами, под прикрытием ОБСЕ и положением о перемирии, как герои придется там, вот где, они же не могут другу стрелять, это как бы перемирие. И наши каналы показывают, смотрите, какой хороший парень, вот он провожает украинский туда же, как дела, ребята, проходите, что, у вас есть патронки, есть, ну, какой-то фарс там разыгрывает, он Моторола, а Владимир Владимирович говорит о том, что это хорошие люди, и вот посмотреть, как они... Владимир Владимирович обманули по телевизору или... Ну, я думаю, да, 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 наверное. Да, мне кажется, в общем-то, и сам обманулся. Очень сложный такой, сейчас конструкцию подберу, очень сложный вопрос по отношению к людям, воюющим на стране, так называемой Новороссии, да, они же сепаратисты, тем не менее. Есть у нас история в России с Чечнёй, правильно? Владимир Путин заявляет о том, что террористов в Чечне поддерживают и признают ЗАПТ, при этом ополченцев в Новороссии признаём только мы как людей, а все остальные их презирают каким-то образом. Скажите, пожалуйста, в чём отличие между ополченцами Новороссии и террористами из Чечни? Какой временной класс брать? Как сейчас или как 20 лет назад? Я не знаю, просто... Нет, сами ситуации. Сами ситуации. Чечня тоже отделялась, отделялась республика. Вот и нет такого понятия, как право самоопределения народа. Есть понятие самоопределения наций. Отличие, возможно, фундаментальное отличие истории чеченского... Чеченский вопрос начала 90-х годов и нынешний вопрос Донбасса... Народ Донбасса. Нет такого понятия народа Донбасса. Фундаментальное отличие заключается в том, возможно, что у чеченцев никогда не было собственной государственности. То есть государства чеченского не существовало. Они всегда были в составе Российской империи. То есть последние несколько столетий. У некоего народа Донбасса... Ну, мы не будем брать народа, нацию русскоязычную, русские люди, которые есть. Если русские люди чувствуют себя крайне униженно, хотя я не верю в это, это чушь полная, и их обижают безумно, тоже чушь полная, какие-то жидобандеровцы, то у русских людей есть свое государство. И если им не нравится жить в одном месте, и они хотят быть поближе к большому Кремлю, к российскому президенту, они могут уехать. Чеченцам езжать было некуда, не было государственным. Вот, я думаю, это фундаментальное отличие. Итоги первого часа подвел, наверное, известный нам Андрей Козенко. что написал? А. В экономике я не особо шарю, но когда-нибудь все будет хорошо. Б. У Мишки в тайге кругом враги. По поводу тайги, вы видели? Да, да, да. Это вот тоже, это, там, не только, он, там, такой, есть фотограф и блогер Рустем Агадамов, или, все равно путаю, Агадамов, да, другой Алик, он говорит, а где вы когда-нибудь видели Мишку, который по тайге поросяток бы гонял? Когда Владимир Владимирович у нас говорит, там это вот, может нашему Мишке перестать гонять утяток, по-моему, и поросяток, да, есть медок, есть ягодки. Вот в данном случае, вот опять же, президент повторил какую-то, ну вот, старую брехню, вот, она кочует уже из одной ура-патриотической статьи в другую на протяжении 15 лет. Это времена, когда госсекретарем США была Мадлен Олбрейт, и якобы она когда-то, где-то, кому-то сказала о том, что Сибирь для России слишком многовато для одной страны, и надо поделиться. Сейчас, конечно же, это было 15 лет назад, сейчас другой век, немножко, если бы сейчас такое было, мы бы в интернете увидели, ну, подтверждение этой фразы не существует, равно как и масса других фраз, которые приписывают разным историческим личностям. Вот он эту брехню повторил зачем-то. И в сознании многочисленных, довольно-таки многочисленных людей в России существует вот такая вот фобия о том, что некие американцы хотят захватить нашу Сибирь, нашу тайгу, наши недр. Да нахрена она им нужна, эта тайга и ваши недр? У американцев своих недр полно. У американцев самая крупнейшая страна в мире, это Америка на самом деле. Это не Россия, потому что значительную часть России занимает тайга, где вообще никто не живет. То есть, условно говоря, есть Дания, есть Гренландия. Вот вы у Дании, Дания может ходить и говорить, вот мы больше это, в любой страны в Европе. Но в Гренландии никто не живет, кроме медведей там. Так в тайге там, а крупнейшая страна в мире, Америка, у них больше, чем раз, лесов, полей, рек, у них больше. Им не нужна никакая тайга, никакой мишки, у них свои мишки есть. Свои буры, свои гризли, свои кодьяки есть, самые крупные мишки в мире. Это кодьяк на острове в Аляскинском. Камчатский мишка российский и кодьяк. Вот. И им гораздо удобнее, им в тысячу раз лучше, когда есть некая Россия, и она там что-то там добывает и продает, чем это вот кого-то там захватывать, осваивать там и все прочее. Ну, это, опять же, демагогический прием, я считаю, Владимира Владимировича, который играет вот на подобных настроениях народа, для того, чтобы вызвать вся любовь к себе и ненависть. Америки и западу всему, который спит и видит, как ограбить медведя нашего, посадить на цепь. Отнять у него хрюшку, да? Отнять у него поросятку. Поросятку. Не могу цитировать в письме. Про Ходорковского зашла речь и, отвечая на вопрос в самом начале, что Ходорковский договаривался, что не полезет в политику, однако заявил о президентских амбициях, Владимир Владимирович тоже спросил, где он будет баллотироваться. Тем не менее, отношения, кстати, Ходорковский уже прокомментировал, что он... Я видел. Я скажу все-таки зрителям, Ходорковский сказал, что да, он мне не враг, он мне, скажем так, оппонент. Потому, как выполнил Путин свои обещания и не трогал его семью и, собственно, его самого не тронул. Тем не менее, Ходорковский для Путина. Кто это сейчас? Мне кажется, это самая большая его... Я не хочу сказать головная боль, но самый раздражающий, наверное, один из самых раздражающих вообще факторов в путинской биографии, в путинской жизни. Даже когда сегодня задавал вопрос, это, по-моему, был лайф-нюсовец какой-то. Не записал. Лайф-нюс был такой, да, это он задавал вопрос про Ходорковского, и это было довольно-таки видно было по Путину, как его... А где он будет баллотироваться? Бля, жак. Твою мать, мать, мать. Вот. И... То, что Ходорковский там сказал, не будь, ну да, когда он выходил из тюрьмы, из тюрьмы выходя и не то скажешь, чем ты будешь заниматься, чем ты не будешь заниматься. Да мало ли... Политика не... А сейчас решил заниматься. Мало ли, что Путин наговорил за 15 лет, что он будет делать, что он не будет делать. А делать наоборот ровно. Об амбициях президент Ходорковский не заявлял. Он заявлял, он не может быть... Никаким... Не выдвигает свою макитатуру. У него уголовное прошлое. То есть, в этом смысле Путин прав, конечно. Пока по нынешним российским законам это должно пройти какое-то время, чтобы его реабилитировали и так далее. Он лишь сказал о том, что он готов в случае чего на переходный период какой-то годника-два возглавить Россию и все прочее. Ну, пока не вижу я к этому никаких предпосылок. Хорошо. Одним из самых запоминающих вопросов было Собчак с телеканал Дождь и журналистка Теледва Олеся. Я вот Собчак помню, а вот о чем Теледва? Я не все смотрел. Я смотрел первым полтора часа и потом еще полчаса. Примерно одинаковый был вопрос у обоих. Только Собчак еще спрашивал по поводу Кадырова и сожженных домов. Там еще скандал разгорелся. Если опять смотрели Да, это я видел. Секретарь Кадырова сказал, что Собчак врет. А что она врет? Что он сказал? Почему врет? Кадыров не поджигает дома и это делают какие-то люди, которые услышали. Кадырова? Ну, это всего на все ничего он не сказал. Он как попугай повторил то, что сказал президент. Я вот не слышал, но если это так было, он просто повторил как попугай то, что сказал Путина. Нет, ловкий, опять же, ловкий ход Владимир Владимирович Путина. Ему говорят, как же так вот? Если это как бы закон Российской Федерации, а там вот Кадыров это сказал, то, что всех семьи, семьи причастных это дома разжигает. А он что объясняет? Я за то, чтобы законы действия на всей территории. И вообще, это может быть, Кадыров сказал под эмоциями, а какие-то другие люди вот они пошли и сделали. А даже если Кадыров сделал это, а и в Израиле так делают. Помню, он тоже так говорил, только он забывает, ну, что для того, чтобы такие вещи делать, их нужно, опять же, закон принять какой-то там, не знаю, в Совете Федерации, в Думе, что люди, родственники людей причастных к Терешийским актам, их дома сжигать, их выселять, такого закона нет. Но в любом случае, как бы, не виноват ни с той, ни с другой стороны Ранзан Ахматович. Ни с той, ни с другой. Это либо не он, а некие люди, которые в магазине купили все оружие, все прочее. Либо, если это и он, то ничего, мир многообразен. А, да, прекрасная фраза. Есть закон, а есть многообразие мира. У нас есть законы, но жизнь сложнее и разнообразнее. Да, да, да. Это вообще, это формула, на самом деле, она, я так думаю, это очередной мем он породил, и он найдет свое место под солнцем и теперь можно в любом случае, что бы с тобой ни было. Не знаю, вплоть до того, что мельционер скажет, здесь курить нельзя, у нас есть закон, но жизнь, она сложнее и многообразней, товарищ сержант. Кстати, прекрасный тост был бы. Да, да, да. Вторая часть вопроса Собчак и вот журналистки ТВ-2 заключалась в том, что по телевизору у нас много врут, по телевизору идет травля оппозиции, и повторили слово в слово историю про распятого мальчика. Он ее проигнорировал? Он абсолютно проигнорировал оба раза распятого мальчика, однако заявил, что вот ни он, ни его приближенные никакой травлей не занимаются и вообще у нас совершенно все так, свобода слова. Также заявил, что критика отдельных представителей оппозиции это делает не телеканалы конкретно по заказу, а общество. Ну, Владимир Путин по рождению своей эпохи. Это советский человек. Выставку художников разгоняют не партии. Это рабочие люди вышли и разгоняют. Также он говорит, ну, ясно, здесь стопроцентная правда, стопроцентная правдивая, как бы, ну, конечно же, он не занимается никакой травлей, он прям сидит там и дает указания на канал, у него для этого специально обученные люди, в том числе наш земляк. И, ну, у меня на самом деле вопросов к каналам российским нет никаких, ну, а там владелец всех этих каналах, большинство, это его дружок, они вообще государственники, полгос, ну, это обычные средства пропаганды, ну, какие претензии к ним предъявлять? Ну, пускай там они болтают, что Путин молодец, все остальные уроды, все предатели. Я, кстати, по поводу нашего земляка, так понимаю, что разговор идет о Володе, я задал сегодня вопрос, какое он отношение имеет к госпропаганде Ходорковскому, как раз, не знаю, может быть, получил уже ответ, может быть, нет, в Твиттере это написал, потому как Ходорковский очень много комментировал сегодняшнюю пресс-конференцию, и вот мне так заинтересовал, действительно, кто же занимается травлять оппозицию. Ну, пока вот не получил. Еще один интересный момент, элиты это работяги и крестьяне. Есть богатые люди, которые настроены патриотично и так далее. Ну, вот я написал, я тоже в Фейсбуке пытался комментировать, как бы, выступление Владимира Владимировича, вот, ну, до этой фразы мне было, как бы, ну, или смешно, или тоскливо, потому что все это слышали тысячу раз, а вот после этой фразы, конечно, стало противно. Ну, это противно, конечно, да. Это даже уже не попытка как-то вот гримасничать перед людьми, даже как-то за грани. Ну, вот сидит человек, который окружил себя, ну, миллиардерами такими, которые, там, в ельцинские времена, они просто вот даже не снились, вот, вот, у его окружающихся, что было, с семьей Бориса Ельцина. И он сидит и говорит, что наша элита, это крестьянин, там, рабочий, который там, гроши покупает, получает, которые там, свои там, ни черта, ни производить, ни перерабатывать, поэтому у нас нет никакой ни гропромышленного комплекса, не потому что они не хотят, просто это невыгодно, у них цена топлива одно, закупка другое, там, а он сидит, еще, там был момент, когда, вот, вдогонку, даже, чуть раньше ему, когда какой-то журналист говорил, там, о дворцовом перевороте, там, он тоже сказал, там, у нас дворцов нет, там, сейчас то, что у них есть, это даже, это регулярно публикует Навальный в своем фоне борьбы с коррупцией, это даже дворцами назвать нельзя, я знаю, это какие-то зикураты, вавилонские, там, что-то, дворец уже, как-то это устаревший, типа, коттедж-дворец, то есть, слово одно, понятие уже, коттедж, по сравнению с тем, что у них есть, вот человек сидит, говорит, у нас дворцов нет, после вот этой элиты, ну, противник даже, сразу появилась шутка, что журнал сельская жизнь переименовывается в элитную жизнь. А ты, я не слышал, а он еще есть, такой журнал, по-моему, в Советской войны был журнал Крестьянка, вот я даже, выписывали, думаю, там уж как-то тоже ее придумали, лакшери-крестьянка, я не знаю, что ли. Место-крестьянка, теперь элитная девушка. Ну, да, пожалуй, самое интересное, что было в пресс-конференции, Путин заявил, что оппозиция, по сути, бывает двух видов, это бывают интеллигентные люди, которые переживают за свою страну, но имеют другое мнение, вспомнил Лермонтова и так далее. А есть прям вот шпионы, пятая колонна и вот подлецы. Ну, судя по его ответу, на Лермонтове приличная оппозиция в России и закончилась. Сейчас он, наверное, не видит никакую оппозицию с первой категории для него, а вся она из второй, все подлецы, все нагрецы, все продают, там, он говорит, работают, шакалят, это еще раньше старое его определение, посольств других и сейчас кого не ткни, он назовет маргиналом и человек, который работает в интересах чужого государства. Он, он говорит то, что, он говорит все вещи ожидаемые. Это человек, который большую часть жизни, да даже сейчас он проработал в органах определенного характера, для него нет, для него не существует оппозиции патриотично настроенной. Для него, либо ты поддержишь государство, значит, ты хороший человек и патриот. Если ты государство это не поддерживаешь, ты можешь уже дальше не трепаться про любовь к стране, потому что для него страна и государство это слитая воедино, это понятие слитая воедино. Если ты против государства, то против страны, против народа и все. И никакой позиции у него нет абсолютно в умении. Вот у Лермонтов там и все, были люди, а сейчас нет никого. И поговорить-то не с кем после того, как умер Ганди и оппозиции нет никакой. Каилл, задам последний вопрос, как у нас некоторые любят слово последний. Я не отношусь к категории, это же крепление. Моднявость поперла, это по-моему идет то ли от летчиков, то ли от ракетчиков, которые с суеверных соображений там не говорят последний полет, а говорят крайний полет. И вот все тут это, побежали, все клерки, это крайний край, последний, нормально все. Вам не лететь никуда. Вопрос такой, вот что бы вы спросили у президента, как журналист, что бы спросили? В данном случае этот вопрос мог быть самый ожидаемый, но я почему-то даже про это не подумал. Что бы я спросил? Я спросил бы у него, как бы это, я спросил бы, задавал вопрос, Владимир Владимирович, когда жить, думаешь, по-любски, когда уже там, вот возьмешь любимую женщину, понимаешь, любимые места, на Алтае, там, прекрасная природа, любит же природу, животных любит. Когда уйдешь с этого поста, ну сколько можно, действительно, это, наверное, тяжело. При все, как бы не относиться к Путину, там, хорошо или плохо, я, конечно, плохо отношусь к политике его проводимой, но это действительно безумно тяжело с утра до ночи быть в центре внимания. Уже одно то, что каждый день сниматься нужно для первого и второго канала, чтобы тебе показывали, это очень сложно. А человек, он же не молодой, ему 62 года. Я задал бы этот вопрос, когда вот придет тот момент. Ну, конечно, на него бы не ответил, как не ответил ни на один из предыдущих существует ни на вопросах. Спасибо большое. У нас в гостях был Михаил Дерешев, журналист. Сейчас прервемся на рекламу, а потом у нас экономика с Ольгой Копшей. До свидания.